всем привет вы снова на канале оазис миссис смит и зовут меня людмила ну что сегодня подошел момент когда погода позволяет отправить мне ответную посылку посылку для гали канал называется цветочки у галины и галя меня просила отправить бегонии бегонии так ну давайте на них посмотрим вот эта девочка поедет галя по ее просьбе здесь видите здесь даже две детки как паковать буду пока не знаю это эскоргот эскоргот дальше солимутата вот такая вот девочка очень симпатичная кого-то из бегонии я перевалила вот буквально позавчера в чуть больший объем для того чтобы у них сохранилась влажность и они доехали как следует чтобы не было потерь и не было как вам сказать подсыхание да галя у меня еще просила ds бусинку но бусинка у меня погибла бусинки у меня нет даже в резерве поэтому с бусинкой ничего не выйдет и я на свой вкус решила положить гали еще парочку бегоний это бегония purple snow та самая которая помните по типу роста она немного напоминает тростниковые бегонии purple snow очень красивая симпатичная бегония я вам ее показывала на днях и взяла еще одну детку это пандора ds пандора очень симпатичная хорошенькая деточка вот такая вот тоже в емкости 50 миллилитров как и солимутата ее я конечно не переваливала просто немного подсыпала грунта чтобы удобнее было упаковывать они они влажноватые да но наглухо я их закрывать не буду поэтому поэтому я думаю что все будет хорошо дальше ну сами понимаете что я не могу отправить вот две детки и все и до свидания до получив такой подарок от гали давайте покажу что еще что я еще решила ей послать ну во первых я решила ей послать пару черенков тростниковых бегоний это бегония orange county каким местом она orange я не честно сказать не знаю еще не видела как она цветет и зацветет ли она неизвестно и череночек вот такой вот это не промежуточный черенок это знаете как это верхняя почка которая проснулась после обрезки вот вот такой симпатичный черенок укореняется прекрасно и очень ну такая симпатичная бегония не слишком громоздкая вполне возможно что что-то из черенков добавлю еще как упаковывала растение я уже показывала в своих предыдущих видео поэтому на этом останавливаться не будем а вот как я упаковываю черенки я вам наверное сегодня как раз и покажу еще что еще это хоя черенок от моей хои бабушки напомните как зовут ее посмотрите какой окрас классный да она достаточно хорошо укоренилась но вот ей ей бы впитательный грунт потому что она сидит в одном кокосе я ее срезала на резерв еще на момент пересадки хои бабушки не знала выживет ли она после такой пересадки или нет но как видите и с хоей бабушкой все хорошо и череночки все принялись все до единого а называется она карноза кримсон квин очень благодарное растение я думаю что гале понравится честно сказать не помню может быть у галеи есть такая хоя но вот память стала с дырой поэтому девочки прошу прощения если у кого-то где-то что-то не помню что есть очень избирательно как-то действует память а еще вы помните я в шурцах показывала что я отделяла детки от от камнеломок до камнеломок у меня осталось буквально несколько штук одну я оставлю себе вот еще одну достаточно пышную девочку я хочу отправить гале вот видите она уже со столонами это камнеломка научное название саксифрага столонифера вот и столоны она уже она уже пускает и цепляется за все так вот вот такую камнеломочку я тоже хочу отправить гале помимо этого помимо растений да у нас принято укладывать в посылки какие-то приятные мелочи да ну вот гале я решила послать вот такую вот поливалочку для маленьких растений вот такую ну малышей же надо будет поливать я понимаю что у гали вполне возможно такая штука есть но вот все равно решила ей отправить и и горшочек горшочек наклейки вот здесь вот нет я их убираю сразу сразу как только получила потому что они меня раздражают но горшочек новый абсолютно новый это горшок лагуна на 06 я думаю что горшки в нашем деле имеют не последнее значение поэтому вот такой вот горшочек решила галочки отправить ну и ну и как надежда выразилась на днях в личной беседе фишечка фишечка вот она моя фишечка я решила гале отправить вот такого вот жука это тот самый жук скоробей вот с таким вот голубым панцирем у него куча ногах ногов ножек у него две пары смотрят назад две пары смотрят вперед и две верхние это ручки можно сказать что это ручки вот вот такой вот замечательный жук у него поворачивается голова от чего он становится еще более любознательным и забавным вот вот такой вот жук поедет галине это полимерная глина естественно ручная лепка и роспись плюс винтажный плюш плюш именно вот такого цвета и был вот васильковый вот такой вот жук поедет галине она мне тут на днях писала в сообщениях что очень хочет от меня получить жучка но я бы ее и не оставила без жучка правильно когда у меня закончатся букашки и козявки в посылке на обмен будет складывать нечего я налеплю новых а чего нам налепим новых вот это конечно по времени достаточно затратно и материал но материалы есть еще а вот времени взять цветочнику абсолютно негде но все равно придется выкроить моя тут намусорила на мусорила вот вот такая вот замечательная компания поедет галле и я надеюсь что в коробочку влезет абсолютно все но давайте посмотрим а да это видео выйдет только тогда когда галя получит свою посылку чтобы не обрадовалась раньше времени вот и теперь уже можно приступать к упаковыванию растений давайте наверное черенков как раз и начнем я покажу вам как я их упаковываю а все остальное я сделаю уже за кадром покажу вам готовую упакованную партию растений и и всего остального по поводу черенков я думаю они добавят ли гали еще пару черенков черенки бегоний свежесрезанные как я готовлю пересылки ну во первых срез черенка я оборачиваю ой во влажный диск вот таким вот образом вот оборачиваю и откладываем вот таким образом я оборачиваю абсолютно каждый черенок и для второго слоя нам потребуется фольга почему именно фольга допустим не пакетик да или не пленка пищевая но потому что фольгу можно обмять таким образом что она будет не только сама держаться на растении да но и прекрасно будет фиксировать этот вот влажный диск на срезе все и не будет давать испаряться лишней влаги да так давайте делаем вот так вот вот все и теперь каждый черенок нужно упаковать полиэтиленовый пакет для пересылки черенков я обычно использую новые зип-пакеты но прежде чем уложить надо подписать если хотите чтобы получатель не запутался до лучше всего подписать так листочки складываем так чтобы они не переломались из пакета лишний воздух я стараюсь все-таки не выпускать если объем посылки позволяет да какое-то количество воздуха я растению все-таки там оставляю она не должно задохнуться ну вот и хорошо остальные я растения упакую сейчас за кадром и покажу вам что у меня получается ну вот друзья посылка уже готова все вошло как я и планировала все закрываю и бегу на почту цветочком удачной дороги и чтобы ничего не помялось не сопрела не замерзла и вообще с вами была людмила уазис миссис смит ставьте лайки пишите комментарии и на них с удовольствием буду отвечать все пока пока